В Качканаре, на территории тамошнего горно-обогатительного комбината, на железнодорожных путях, ведущих на дробильную фабрику, случилась смертоносная ЖД-автокатастрофа, унесшая жизнь 29-летнего пассажира КАМАЗа-манипулятора Романа Бронникова. Как конкретно случилась трагедия, в этом еще предстоит разобраться комитетчикам, а по предварительной версии дело было примерно так. На Качканарском ГОКе работал КАМАЗ-манипулятор, приписанный к подрядной организации, то есть не местный, не ГОКовский, в котором находились два человека, водитель и Роман Бронников. По какой-то причине КАМАЗ, самый быстрый на планете грузовик, но видимо не самый проходимый, стал перебираться через железнодорожные рельсы в непроложенном для этого месте и застрял. И в тот момент, когда пилот манипулятора пытался съехать с рельсов, по последним, задом, катился местный ГОКовский товарняк, машинист которого, естественно, никак не ожидал встретить посреди рельсов замешкавшийся КАМАЗ. Поезд влетел в правую бочину манипулятора и вытолкал его с рельсов. Но на свою беду в момент удара пассажир КАМАЗа Роман Бронников, прямо в которого летел последний Думбкар, то есть вагон-самосвал для сыпучих грузов, решил спастись и выпрыгнул из КАМАЗа. Но вагон Думбкар ударил его и переехал железными колесами в районе ног, чем убил. Водитель манипулятора в катастрофе не травмировался, ибо остался в кабине. Расследуют трагедию качканарские комитетчики.